Даниил Хармс Дремлет, спрятав нос, лампа в пол бросает свет, спит военный, впрочем, нет, он лишь в даму сотый раз устремляет светлый глаз, на него взглянуть велит, дама ножка шевелит. Даниил Хармс С времен перестройки его творчество ходило из рук в руки в самиздатии, а также издавалось за рубежом. Только к середине 1990-х годов Хармс занимает место одного из главных представителей русской художественной словесности 1920-30-х годов. Итак, Даниил Иванович Хармс, настоящее имя Ювачев, родился 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. Его отец в бытность морским офицером был привлечен к суду в 1833-м за соучастие в народовольческом терроре, провел 4 года в одиночной камере и более 10 лет на каторге, где написал ряд произведений мемуарного и мистического характера. Мать дворянка заведовала в 1900-е годы приютом для бывших каторжан в Петербурге. И вот, получив образование в Санкт-Петербургской привилегированной немецкой школе, Даниил приобрел основательные знания немецкого и английских языков. С 1925-го целиком отдался писательскому труду, занимался интенсивным самообразованием с особым уклоном в философию и психологию. Он быстро приобрел скандальную известность в кругу литераторов-авангардистов под псевдонимом, которым стало множество числа английского слова «Харм» на пасти «Хармс». С самого начала его творчества преобладает игровая установка. С 1928-го по 1941-й год «Хармс» выпустил около 20 детских книг. Это сочинение дает своеобразный выход его игровой стихии, но как о том свидетельствуют дневники и письма, писались они исключительно для заработка. И для особого значения автор им не придавал. Печатались они стараниями Самуила Яковлевича Маршака, но отношение к ним советской официальной критики было все-таки негативным. В 1931-м году его ненапечатанные произведения были расценены как поэзия классового врага. Он был арестован и шоуслан в Курск. В 1932-м ему удалось вернуться в Ленинград. Характер его творчества меняется. Поэзия отходит на задний план, уступая оперенству прозе. На месте лирического героя, затейника, заводилок, чудодея появляется нарочито наивный рассказчик-наблюдатель, беспристрастный до цинизма. Последние рассказы писателя о рыцаре, упадении, помехе, реабилитации проникнуты ощущением полной безысходности, всевластия полуумного произвола, жестокости, пошлости. В августе 1941 года он был арестован за пораженческие высказывания. 2 февраля 1942-го Даниил Хармс скончался в тюрьме от истощения во время блокады Ленинграда. Но это будет, будет. А пока мы празднуем все-таки день рождения Даниила Хармса, советского писателя, поэта-прозаика. Продолжение следует...